Друзья, всем привет! Вы на дачном участке. В этом году у меня очень много новенького, интересного. Я экспериментирую. И стал у меня такой вопрос, как подвязать огурцы в открытом грунте. Всегда они у меня вились по земле. Это неудобно. Вы сами, наверное, понимаете. В этом году я решила что-то придумать новенькое. И сейчас я вам покажу, из чего я придумала шпалеру. Она практически бесплатная. Вот эти реки, которые вы сейчас видите, я нашла на соседнем участке. Они просто там валялись, никому не нужны. Соседский участок уже 10 лет заброшенный. Получил шпалеру у меня практически бесплатно. Грядки, вот эти вот железные, металлические, я вам покажу, где заказывала. До этого я вам показывала. Я их купила очень много, установила. И мне они очень нравятся. Они металлические. В них, во-первых, овоща, землянику я посадила, тепло. Слой плодородной земли никуда не съезжает. То есть у меня глина, а сверху мы положили в этом году плодородную садовую землю. Очень удобно. И в этой металлической грядке я посадила огурцы. Сейчас я вам покажу более подробно, как мы ее собирали, что из себя она представляет. Друг, вам интересно. Но эта идея вот этих металлических ограждений для теплых грядок мне очень понравилась. Посмотрите, пожалуйста. Вот так выглядят клумбы. У меня здесь две. Третью, самую маленькую, не собрали. Их можно поставить друг на друга. Вы, наверное, представляете. Сначала вот эта, потом вторая и сверху третья. Они бывают диаметре 0,6, 1 и 1,4 метра. То есть также можно, по-моему, заказать еще другие. Высота вот этих панелей 18 сантиметров. И здесь ножки, которые уходят в землю, это 50 сантиметров. Они тоже металлические. И я вот, например, выбрала такие. Но если нужны какие-то другие, то можно заказать. У них, по-моему, есть любых размеров. Они, по-моему, оцинкованные, да, если я не ошибаюсь. Металлические, надежные. Видите, у меня здесь глина. И неустойчиво, то есть неровно. Но за счет того, что одну ножку, например, сильнее гоняешь, другую не очень, вот здесь вот видно как раз, то получается как бы ровная местность. Вообще производитель говорит, что у них цветник прослужит более 15 лет. Посмотрим, конечно. Так, вот покупная ягода начала поспевать ремонтантная. Она уже начала поспевать 11. Здесь у нас все ремонтантное, но разные сорта. Цветоносы пошли. И здесь я сейчас досадила ремонтантную несколько корней обычной, фестивальный, по-моему, сорта. Но не цветет. А здесь земляника ремонтантная. И опять семена. Везде, везде эти семена тыквы. Здесь у меня металлические такие грядки. Что мне здесь понравилось, они собираются на болтах. Есть, если грядка, то вот здесь вот посередине есть стяжка, чтобы она не развалилась. Сейчас я вам ее покажу. Вот, вот эта стяжка. Стандартная ширина грядок бывает, по-моему, полметра, 65, 0,8 и 1. Здесь у меня, если я не ошибаюсь, по-моему, метр. Ну, а длина тут уже, по-моему, до 6 метров. То есть кратно одному метру. И, если что, нужно заказать. Да заказать они там все делают. Есть цвета зеленый, желтый, коричневый. Вот у меня, видите, вот мне больше всех понравился вот этот именно цвет. И здесь, так как глина, мы сделали траншею. Туда забили всякой травы, мусор. То есть вот такой плодовый падалица. И сверху уже плодородную землю. Для того, чтобы сделать шиполеру, я взяла 6 вот таких вот брусочков, можно сказать. Я не знаю, как они называются. Они не толстые. И соединила с двух сторон, получается, как бы шалашиком сверху, обычной проволокой. То, что нашлось, можно соединить веревкой. И сверху я положила, то есть мы положили, две такие же речки. Тоже соединили и все. Посадила я вниз огурцы в открытый грунт. Также в фикс прайсе купила такие колышки. И на них я буду привязывать обычную, как бы сказать, нить синтетическую. И по ним будут виться огурцы. Все просто, до такой степени просто, как до этого меня не посещала эта мысль. И в процессе, потом, когда уже они будут виться, плодоносить, я вам покажу еще одно видео, чтобы нагляднее было видно. Но вот эта конструкция, она довольно-таки серьезная. Я пробовала, она выдержит вот эти плети огурцов. Я думаю, что все будет хорошо. Так что обязательно возьмите себе на заметку. Я думаю, что это нужно, полезно. Потому что вот сколько лет я думала, думала, как это все придумать. Чтобы было просто, быстро и практически бесплатно. Так что все. Всем спасибо, что посмотрели это видео до конца. До следующих встреч.